Турецкая Темса стремительно завоевывает рынок разных стран и с самого начала производства поставлялась и в Россию. Самая маленькая по автобусным меркам 8- и 9-метровая модель Аполлин появилась в 2005 году. Внешний облик строг и аккуратен, но в то же время несколько простоват. Хотя лучше строгая выверенность линий, нежели нарочитая экстравагантность и игрушечность, присущая китайским автобусам. Короткий автобус с маленькими колесиками вообще непросто сделать солидным, так что если не придираться, смотрится Аполлин достойно. Салон минималистичен и достаточно скучен. Те же китайцы научились придавать салонам своих автобусов несколько более комфортабельный на глаз вид. Но это на глаз, а на ощупь бывает прямо противоположное ощущение. В Аполлине с точностью да наоборот. Качество сборки просто великолепное. Сколько я не ползал по салону в поисках плохих стыков, неровностей или следов склейки, заявить ровным счетом нечего. Пластик хорошего качества. Потолок и обивка полок выполнены приятным мягким материалом. А вот дизайн панели с индивидуальными блоками слишком прост и смотрится как-то дешево. В движении ни одна деталь, ни один элемент салона при самой беспощадной тряске не посмел загреметь или даже в полтона скрипнуть. Не было даже попыток. Но общая шумовая атмосфера салона все же не идеальна. Тихо шепчущим двигатель не назовешь. Но грохочущим было бы грех. На задних сидениях вообще тишина. Громче же всех двигатель разговаривает с водителем. А дело в том, что силовой агрегат расположен ровно посредине автобуса. И низкая высота пола у водительской площадки максимально раскрывает шум мотора. В отличие от заднемоторных автобусов, работа двигателя слышна практически по всему салону. А вот на задних местах непривычно тихо. Пассажиры с галерки взамен отсутствующих индивидуальных блоков обдува и освещения получили бонус в виде тишины. Хотя в задней части салона нашелся свой возмутитель спокойствия. Сквозь заднюю дверь доносится невнятный шум. Или обтекающий воздух гудит, или потоки воды от непрекращающегося дождя. Хотя дверь со стеклопакетами закрывается плотно, но факт остается фактом. Спинки немецких сидений оказались достаточно жесткими и тонкими. Пальцами можно прощупать каркас, а подстаканники вообще слабо фиксировались в привычном положении. Беда. Вылить на себя содержимое бутылок и стаканов проще простого. Плавность хода вызвала двоякие ощущения. Мелкие неровности подвеска глотала превосходно. Более крупное проходило с небольшими ударами, а кузов нервно подергался, как когда-то прыгали пазики. В общем, бывает и мягче, но и жестче тоже бывает. Динамика неплохая. 220 лошадей мановского двигателя небольшому автобусу вполне хватает. Маневренность тоже похвальна. Багажное отделение Аполлина целых 5,8 метра. Почти как у старшего брата Сафари. Несколько полок в традиционном месте под полом и огромная ниша под задним капотом. В итоге получается добротный, качественно собранный автобус с неплохой внешностью и простоватым салоном, не дотягивающим до туриста, но вполне междугородного уровня. Эдакий средний сегмент между доступными китайцами и дорогущими европейскими моделями. Хотя стоит отметить, рынок автобусов миди-класса не столь широк, и Аполлин очень достойный представитель.